В областном центре задержаны два сотрудника МЧС России по Архангельской области. Им вменяется получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, летом этого года в ходе проверки объектов СГМУ подозреваемые выявили множество нарушений требований пожарной безопасности. Реализуя преступный умысел, подозреваемые обратились к ответственному за обеспечение пожарной безопасности учебного заведения с предложением за взятку не назначать юридическому лицу за допущенные административные правонарушения крупные штрафные санкции, а также обеспечить в дальнейшем свое покровительство при проведении проверок. После этого учебное заведение перечислило часть взятки в размере 300 тысяч рублей на счет предпринимателя. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Если их вина будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня утром полицейским из Северодвинска была оцеплена строительная площадка, на территории которой накоренился кран. О ЧП стражам порядка сообщили жители рядом стоящего дома. Кран сошел с рельсы и накоренился в сторону проезжей части. На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы города. Сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение по улице Ломоносова. Самое главное, что угрозы населению сейчас пока нет. Я обращаюсь к жителям Северодвинска, пока ограничить посещение данного района, то есть улица Ломоносова от проспекта Морского до Орженикиза. Этот участок в целях безопасности, потому что ожидается у нас селение Ветро Южного. И по всей, ну, есть вероятность, возможно, он может, так сказать, и угол наклона увеличится. Сегодня в Архангельске с визитом председатель наблюдательного совета Госкорпорации фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Он уже оценил ход строительства домов на Ленинградском и Московском проспектах для переселения из ветхого и аварийного жилья. В эти минуты Степашин проводит совещание с главами муниципалитетов и строителями. Также из рук Степашина фасадную табличку «Дом образцового содержания» сегодня получат жители дома 2, корпус 3 по улице Тимми. Все подробности визита в вечернем выпуске «Автографа дня» в 19.20. Этой зимой на территории Архангельской области откроется 132 ледовых переправ. В зимний-осенний период 2015-2016 годов на 23% уменьшилось количество происшествий, закончившихся гибелью людей. Все эти случаи были связаны с нарушением мер безопасности. В зоне риска по-прежнему находятся рыбаки. Массово выходя на лед, они подвергают себя большой опасности. В ближайшее время будет собрано отдельное совещание по этому вопросу. Кибербезопасность в действии. Школьникам Архангельска рассказали о правилах поведения в интернете. Наш город стал участником общероссийской просветительской акции. В шестой гимназии открытый урок провел региональный министр связи и информационных технологий Николай Родичев. Старшеклассникам рассказали о способах, которыми пользуются злоумышленники, чтобы узнать не только личные данные, но и получить доступ к денежным средствам. Мне представляется, что нужно рассказать о четыре блока. Первый – это защита личной переписки. Второй – это защита своих финансов при покупках в интернет. Третий – это персональных данных. И четвертый – уберечь от влияния нежелательных сайтов. Мероприятия единого урока рассчитаны на несколько дней. Завершится просветительская акция 30-го. Судьба длиной в век. Сегодня свой столетний юбилей отмечает архангелогородка Таисия Кычева. Она родилась в год Первой мировой войны, пережила страшные годы Великой Отечественной, потеряв в войну и мужа, и единственного ребенка. Призванием Таисии Григорьевны стала работа учителем. Удивительно, но преподавать в деревенской школе она начала уже в 14 лет. Строгая, внимательная, требовательная Таисия Григорьевна и сегодня не теряет крепости духа. Говорит, человек способен даже до 100, значит много еще впереди. Тем более, что у сегодняшней именинницы есть свой секрет долголетия. Просто живите, не думайте о чему. Живите, как вы живете, работайте, живите, веселитесь, если хотите. Имейте семью, главное, семья еще лучше всего. Думайте о ней, делайте. И все. Не думайте о смерти, не думайте о том, что я живу. А живите, просто живите. И сегодня в 19 часов на телеканале ТВ-центр в эфир выйдет новый выпуск программы о жителях военного Архангельска «Помним, гордимся, помогаем». Таисия Кычева станет главной ее героиней. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок? Укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. И о погоде. Сегодня в Архангельске ожидается сыро и облачно. Местами небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура в течение дня до 2 градусов тепла. К вечеру понижение до минус 3. Программа «Сейчас в регионе» каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин